Инна Молчанова. Родина, концлагерь. Рассказ. Тётушка моя по отцовской линии, светлая ей память, ничего не могла рассказать о своём детстве. Помнила только, что была она из богатой польской семьи, где было много детей и красивых, добрых, взрослых, и называли её Соней. Так уж случилось, что застала её война 14-летней девчушкой, которую, перепуганной до смерти, воткнули в автомобиль и увезли от родного дома в страшное место с длинными бараками, колючей проволокой, собаками и чёрными злобными надсмотрщиками. То ли избили её в первые дни, то ли стресс был таковым, но память её спустя много лет включалась только с того момента, Когда увидела она перед собой хоть и худого, но очаровательного юношу, который взял её за руку и повёл в отдельный барак, где уже стонали, кричали и извивались в страсти другие, такие же измождённые человеческие тела. На нарах в углу и началась её взрослая, а юноша стал её первым мужчиной. Побыв в ту ночь вдвоём, они были снова разлучены и разведены конвоем по разным сторонам огромного лагеря, разрезанного на сектора аккуратными, стройными, колючими заборами. Она иногда видела своего любимого сквозь проволоку среди шагающих на карьер мужчин, и ей казалось, что оттуда и с той далёкой и недостижимой дали он тоже ищет её глазами в однообразной полосатой толпе. И от этого становилось ей нежно и тепло на душе, и жила она воспоминаниями только об этом коротком, раннем женском счастье. Вскоре пришло понимание, что что-то не так. Товарки по бараку врубились мигом. Да ты, девонька, беременна, беда-то какая. Таких малолеток в их стане к осени было уже немало. Фрицы умышленно случали бараки мужской части лагеря с этой женской территорией. Видимо, была в их демографической доктрине и такая специальная графа. Многие женщины и девушки беременели после таких пленеров, но от работы, благодаря этому, их никто не отстранял. Также таскали тележки, также вставали затемно, ложились под ночь, также питались баландой. И невыносимо дико было смотреть на их выпуклые животы, где под ребрами, сквозь прозрачные от голода тела, едва ли не просвечивался материнский плод, растущая новая жизнь. Рожать ей выпало на апрель. К тому времени она уже освоилась с живущими подле бабами и мал-помалу стала понимать русскую речь. Женщины постарше ее готовили, рассказывая о муках, которые ей предстоит перенести, и о том, как нужно правильно вести себя, когда это начнется. В ту ночь ей и вовсе не спалось, пронзал холод, бросала то в жар, то в мороз, а потом пришла боль. Соня кричала, металась, время от времени приходила в себя и снова впадала в страшную, тягучую, черную, как смола, мучительную бесконечность. Она помнила, как ее поднимали, куда-то вели, оказывается, ее тащили на работу и там, подменяя друг друга, волочили вслед за тележкой. А она рожала, рожала и рожала. И не было конца этой пытки, длившейся почти пять долгих дней и ночей. На шестой фрицы и сами уже не выдержали. Ее, наконец, оставили в бараке и даже приставили к ней одну из узниц. Получив небольшую передычку, растрескавшимися и кровоточащими губами, Соня спросила, уже? — Нет, — горестно покачала ей в ответ сидящая рядом тень. Спустя минуту она снова начала кричать. Ее слышно было даже на недалеком карьере, хотя, казалось бы, откуда в этом изможденном восковом тельце могут быть такие силы. Наконец фрицы смилостивились. Двое дюжих солдат, держа в руках скрученную простынь, стали со всей силы давить ей на живот, проводя с обеих сторон жгут сверху вниз. Часа через два Соня вдруг напряглась, надулась до кровавой маски и с рыком, похожим на рок от мотоциклетки, выдавила из себя горестное маленькое создание, тут же заоравшее на весь белый свет. Много лет спустя тетя Соня уже рассказывала об этом с улыбкой и нежностью. Это был ее первенец, мой двоюродный брат Виктор. Дядя Шура, тот самый юноша из лагеря, который попал в плен, будучи 16-летним, сразу после освобождения нашими войсками нашел свою Соню и взял ее в жены, уже с полугодовалым малюткой. Добравшись вместе до Винницы, они расписались и зарегистрировали сына, дав ему имя Победы. Тетя Соня проработала в торговле почти 40 лет. Дядька мой научил ее кое-как писать и очень хорошо считать. Польское прошлое кануло в лету, и только спустя много времени какой-то из братьев тети откуда-то из Аргентины разыскал ее. Но поехать за рубеж работнику торговли не дали, и родство это осталось где-то в сиреневой дымке, так и не сбывшейся мечты. После войны у молодых супругов родилось еще трое детей. Все они выучились и достаточно высоко поднялись. Все, кроме Вити. Многие годы, уже женившись, он скрытно пил, а когда родные хватились, было непоправимо поздно. Так и сгорел от водки однажды ночью. Вскоре умерла и тетя Соня. Не пережив потери, потянулся за журавлиным семейным клином и дядя Шура. Говорят, перед смертью каялся он сильно и все время причитал. «Виноват я перед тобою, Сонюшка, ох же жи, выноват! Быв же ж я тебе, смертным боем за усе бив. И казала ты мне, что даже у лагеря не так страшно тебе было, что там меньше тебе было, чем я». Вы слушали рассказ Инны Молчановой «Родина концлагерью».